Итак, дорогие друзья, приветствую вас на нашей сегодняшней встрече, посвященной теме успеха в жизни, в жизни, в бизнесе. Вот важные такие здесь сочетания. Ну что, меня зовут Гадецкий Олег, я хочу попросить вас по возможности включите видеокамеры, чтобы мы с вами оказались в каком-то таком общем пространстве. Это всегда очень прекрасно. Современный мир нас разъединяет, но мы с вами должны усиливать, на самом деле, эти взаимосвязи. Спасибо, что подключаете камеры. Я понимаю, что могут быть какие-то условности, и не всегда у вас есть возможность, но по возможности. Я хочу вас сейчас попросить также, напишите города, откуда вы, чтобы мы с вами встретились еще и географически. Давайте вот так вот тоже как-то пожмем друг другу руки, так города попросим. Почти что так. Так, Самара, Москва, Королев, Венгрия, Ярославль, Лежевск, Саратов, Алматы. Да, Алматы, простите. Кострома, Тюмень. Добрый вечер, Москва. Москва, Воронеж. Вильнюс, Харьков, Рига, Херсон, Украина, Италия. Паневежис, Вологда, Москва. Слушайте, ну, такая у нас широкая география. Паланга, это Литва, насколько я помню. Колыман, Новодвинск, Санкт-Петербург, конечно же, появился. И Кишинев к нам давался еще, Смоленск и Новосибирск. Ну что, друзья, я не буду читать дальше. Спасибо большое, что пишете города. Да, это, знаете, всегда очень так как-то, как, знаете, вот, город – это наша родина, то, где мы живем. Мы можем так почувствовать настроение людей, которые, потому что из Нью-Йорка, из Харькова, или из Саратова, или из Кишинева, ну, сразу же темперамент как-то уже чувствуется, да, то есть он такой многообразный, разный. Хорошо. Ну что, я еще раз вас приветствую. Еще раз, меня зовут Гадецкий Олег, я ректор Института ценностно-ориентированной психологии, также психолог-тренер, консультант, писатель. Наша с вами сегодня встреча – бизнес, не только бизнес, а в целом успех в жизни и в бизнесе, потому что, ну, знаете, я когда писал диссертацию, там в начале диссертации нужно всегда обозначить актуальность темы. То есть, чтобы кто-то читал диссертацию, вы вначале должны как-то вообще обратить внимание на свой труд. Вот актуальность такая-то, и потом уже там возлагается материал. Так вот, актуальность нашей темы следующая. Знаете, сейчас многие занимаются бизнесом, успешны в бизнесе, но можно ли сказать, что они успешны в жизни? Вот интересный вопрос. Потому что успех в жизни – это означает успех в отношениях в семье, это означает здоровье, это означает реализация своего предназначения. То есть, я занимаюсь то, чем мне нравится на самом деле, а не просто бизнесом, который выматывает меня и вгоняет в состояние стресса и делает несчастным не только меня, но и всех окружающих. Вот, и так, а есть ли жизнь у тех, кто занимается бизнесом? Вот вопрос, который нас должен интересовать. Поэтому мы сегодня в качестве темы обозначаем именно вот такой формат – успех в жизни и бизнесе. Итак, наш институт ценностно-ориентированной психологии, и одна из главных тем, с которой мы работаем, – это тема успеха, реального успеха, но успеха сбалансированного или экологического успеха, экологичного успеха. То есть, когда человек, он достигает одновременно успеха во всех сферах жизни, он скажет, что это невозможно. Если бизнес, то никакого здоровья, никакой семьи там, детей не вижу и так далее. Нет, дорогие, возможно. Ну, потому что сегодня вы в том числе послушаете наших выпускников и студентов реально действующих, которые уже даже во время обучения в нашем институте применяют все это знание в своем бизнесе и в своей жизни. И, возможно, это даже будет самая интересная часть программы, потому что, знаете, всегда книжек много, кстати говоря. Тренингов в интернете тоже много. А вот живой опыт людей, те самые реальные трудности, через которые они проходили, и как они их решали, и какого результата добивались. Вот, знаете, я 30 лет в преподавательской деятельности, я замечаю, что это самая влияющая информация. Ну, влияющая в том смысле, что такое оказывающее влияние на нас. Не какие-то общие, значит, рассуждения, вот там так сделай, так сделай, реальный опыт людей. Ну, вот сегодня он тоже будет. Ну, и будет у нас сегодня обсуждение этой темы, потому что если нет обсуждения, нет понимания, то опытом тоже до конца воспользоваться, ну, не можем. Ну, что, итак, успех в жизни и в бизнесе. Не знаю, что на первое место поставить. Давайте сделаем первый тест. Вы бы на первое место что поставили, успех в жизни или успех в бизнесе? Поставьте циферку в чате. Я вижу, из Ютуба пришли тоже у нас города. Спасибо большое. Так, ну, ставьте, в жизни или в бизнесе? Цифра 1 – это жизнь, значит, успех. Никакого бизнеса, значит, тогда. Вот, успех в бизнесе – это значит успех в бизнесе, но никакой жизни. Так что, если будет успех в жизни, будет успех и в бизнесе. Ну, пообсуждаем это сегодня. Жизнь должна быть хорошей, красивой, творческой, счастливой и успешной в итоге. Ну, все, я сделал первые такие, сказал первые вводные слова. Надеюсь, что вы настроились. Напишите, пожалуйста, свои чувства сейчас в чате. Давайте вот, мне интересен, как бы вот что сейчас в итоге моего такого спича 7-минутного. Итак, чувства какие? Интерес, разочарование, скука, хочется быстрее закрыть эту встречу, там, любопытство. Прыгаю на месте, хочу быстрее узнать опыт людей. Что? Что у вас? Чувства напишите. Интрига, я смотрю, радость, интерес, вдохновение. Радости много, вот это интересно, интереса тоже много. Итак, мир реагирует интересом. Ну что ж, поэтому я хочу представить ведущую нашей сегодня встречи. Она также выпускница нашей программы «Реальный бизнесмен», консультант, психолог, тренер, специалист по продвижению бренда. Лариса Александровна, пожалуйста, передаю вам слово. Ведите нашу встречу. Спасибо, Олег Георгиевич. Благодарю. Приветствую всех участников встречи. И скажу, свои чувства поделюсь. Меня заинтриговали. Именно и психология успеха в смысле и бизнесе, и в жизни. Поэтому здесь хочу представить наших участников и получить сама ответы на эти вопросы от других участников. Вижу, что нас много, уже почти 100 человек. Это люди, которые интересующиеся, возможно, знающие уже ответы на все вопросы. А кто-то пришел именно со своим вопросом. И если у вас есть какой-то конкретный вопрос, запишите в чат. Постараемся на них ответить. Олег Георгиевич, спасибо большое за предоставленное слово. И как раз вот, ну так как я ведущая, первый вопрос к вам. Вот что для вас психология успеха? Я представлю и остальных участников. Ну вот хочется от учителя увидеть, услышать видение. Психология успеха в жизни и бизнесе. Насколько она совместима именно для вас, Олег Георгиевич? Ну, если для меня, давайте я вот без всяких таких каких-то как-то целей, что ли. Просто вот мой вопрос лично ко мне, так я понимаю. Да, 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 лично. Вот не общая, а вот именно для вас. Ну, лично для меня психология успеха, то есть, иначе говоря, моего успеха, то есть, чем я измеряю свой успех. Я измеряю его радостью творчества, то есть, заниматься тем, чем я хочу, то есть, том, чем мне интересно. Это первое. Я не хочу просто делать дело, зарабатывать деньги. Я хочу делать вот то, что у меня звучит внутри. Поет, вернее, даже так, первое. Второе. Для меня успех – это соратники. Это когда я не в одиночку рвусь к какой-то далекой цели, такой, знаете, далекая звезда. Непонятно, дойду или нет, но главное – рваться вперед. Для меня, знаете, важно вот творчество сейчас вот. И для меня творчество, оно в отношениях, когда мы вместе творим, вместе заряжены какой-то идеей, вместе радуемся победе, вместе, знаете, поддерживаем друг друга, когда что-то не получилось. Ну, в общем, вместе. Команда. Это вторая для меня составляющая. Третье, что для меня важно – это миссия в целом. То есть, сделать какие-то масштабные вещи. Ну, уж вот простите за темперамент. Но хочется что-то большое делать для блага людей. То есть, для меня интересен масштаб, вот какая-то такая, знаете, причастность к большому делу. Третье. Четвертое. Чтобы в моей жизни была духовная практика, то есть, одиночество, умиротворение, когда я могу погрузиться. То есть, чтобы вот это все не занимало все мое время. Вот, чтобы я остался еще наедине с Богом, наедине с самим собой. И вот как-то в этом контакте такой, как-то раскрывал какую-то энергию в своей жизни. Ну, вот, наверное, основные какие-то, основные параметры. Вот я так бы это назвал. Слушай, простите, я не готовился, что-то, может быть, пропустил, но мне кажется, главное. Ну, у нас все-таки встреча такая будет интересная. Вы сразу сказали, заинтриговали. Поэтому у нас будет вот общение, не просто ответы на вопросы, но вот именно личного характера. Поэтому спасибо, Олег Георгиевич, что поделились. И я, мне очень отозвалось слово масштабность. Друзья, кому как вот, если что, напишите в чате, было бы очень интересно вашу обратную связь. Просто вот мне масштабность, она как вдохновила меня, как бизнесмена. Потому что я, когда закончила школу, именно психология, открыла свою школу. Масштабно онлайн-школа твоего успеха. У меня прям название как-то вот пришло сверху. И вот твоего успеха именно объединить все сферы жизни. И есть у нас, вот смотрю сейчас по центру, Леночка Токмакова. Это Китай, Сочи. Бизнесвумен. Женщина, которая организовала свой бренд одежды. И успешно его производит. Лен, вот поделись, пожалуйста, что для тебя психология успеха? Именно женского взгляда. Со связью нормально? Лена производит женские платья дизайнерские под брендом Луна Белла. Да, все, слышим. Лен, видим тебя. Да. Но для меня психология успеха – это прежде всего не потерять себя. Вот в этом всем, в этой беготне, в этой суетне, не потерять себя, не потерять свою женственность. А наоборот, при помощи всех инструментов, которые мы получали в школе, с благословением наших учителей. Все это, все это аккумулировать в бизнес, и в бизнесе все эти инструменты включать и пользоваться ими по максимуму. И при этом быть красивой, счастливой и давать радость другим. Лен, а я знаю, что идея вообще именно раскрытия своего бренда, она у тебя была с детства, но реализовалась именно на учебе, в науке жизни, как раз в институте ценностно-ориентированной психологии. Вот, по-моему, второй или первый курс, мы как раз представляли одежду. Лена, я открою маленький секрет, Лена привезла свою коллекцию на сессию. Да, ну не один раз, но вот первая коллекция, помню, это, по-моему, или первый, или второй курс, прям буквально как-то сразу начала. Это было начало второго курса, третья сессия науки жизни. И Лена одела нас всех в длинные, красивые, шелковые, в Китае, качество ткани, шелковые прекрасные платья, и был великолепнейший балл, который вот. А потом, ну, соответственно, так как бизнес, мы эти платья, кому понравилось, покупали. Так, Лен? Ну, вот расскажи немножко об этом. Ну, вообще, моя история была такая, что я с детства мечтала о красоте. Вот не поверите, но я с детства не любила штаны надевать. Мне, если родители покупали брюки там какие-то, ну, детские вот эти штанишки, знаете, что я делала? Я брала их и ножницами режу, потому что я всегда говорила, даже в мороз, даже в минус там 30 градусов я буду ходить только в платьях. Вот эта вот внутренняя потребность всегда надевать только, исключительно платье, там, юбочки какие-то, бантики, всё вот это вот. Она мне, я не понимала, потом сравнивала, почему так я чувствовала. И в итоге я же тогда ещё в детстве любила одевать кукол в платье. Мне было 4 года, у меня была бабушка, у которой я какое-то время воспитывалась. Я её заставляла из кухонных занавесок, таких ажурных, беленьких, шить куклам платье. Тогда в магазинах было очень плохо с тканями, и нельзя было купить. Но раз висели красивые занавески, ну, почему бы из них не пошить куклам красивые наряды? И в тот момент я уже руководила процессом производства. В общем, кто у нас был в том бизнесе? Я была, которой я руководила бабушка, и бабушка, и машинка, которая шила куклам красивые платья. И уже когда я выросла, закончила институт, переехала жить в Китай, начала свою деятельность в сфере китайского языка, экономики международной, и я всё равно всегда хотела делать что-то большее, чем просто переводить на переговорах, на саммитах различных, просто быть вот такой красивой обложкой между другими странами. Мне хотелось что-то делать много и для женщин именно. Вот эта потребность давать знания людям, я ещё тогда не знала как, но хотелось очень давать. И в какой-то момент я уже начала изучать в Китае йогу, открыла свой йога-клуб, и через йогу я уже начала изучать психологию. Затем через моего будущего партнёра Инну, с которым мы сейчас делаем наш бренд платьев, я узнала про науку жизни и поехала на первую сессию в науку жизни, где мы вместе в комнате жили с Инной. В общем, она тоже любит детство платье. В общем, наша детская мечта воплотилась. И знаете ли что? Через такой прекрасный инструмент, как колесо жизненного баланса, который мы изучаем весь год в науке жизни на первом курсе. И при помощи этого инструмента, где я прописывала свою детскую мечту, я хочу делать женщин красивыми, я хочу организовать свой бренд. Но в тот момент я почему-то думала, может быть, это будет просто магазин с одеждой, с китайской, ну вот повешу, так вот на вешалочке буду продавать. Но Господь дал намного больше, дал целый бренд создания своих образов, воплощения своей детской мечты. И вот нам уже четыре года. Первую коллекцию представили мы на второй сессии науки жизни. Перед нашими учителями, с благословением наших учителей. Мы вот шагаем вперед через трудности, через препятствия. Но тем не менее, наша миссия – это через женственность, через красоту наших нарядов, подчеркивать женственность каждой женщины. Спасибо, Лен, большое. Прям очень отзывается, но чисто по-женски. И учитывая, что в наше время пандемии, именно различных перепитий жизни трудно сохранить, а вы развиваетесь. И желаю вам скорейшего, дальнейшего выхода на мировой уровень, дарить красоту и плюс еще и быть успешной в бизнесе. Это много значит. Ну, мужской энергии нам не хватает, друзья. Давайте сейчас мы подключим, наверное, нашего тоже выпускника науки жизни, Антона Калабкина. Антон Сергеевич, видим вас в видео. И у меня такой вопрос интересный, мужской прям. Как вы думаете, вот вообще… Ну, давайте я немножко расскажу об Антона. Он из города Антон. Или, может быть, ты сам представишься, как лучше, как удобней. Город Челябинск. Да. Спасибо, Ларис. Ну, я могу и сам сказать. Да, да. Я знаю, что у тебя энергетический бизнес там, ну, такой, мужской. Да, спасибо. Да, рад всех приветствовать. Олег Георгиевич, дорогие коллеги, соратники, и люди, которые интересуются бизнесом, успехом. Рад тоже приветствовать, рад быть с вами на сегодняшней встрече. Меня зовут Антон Калабкин. Я из города Челябинска. Я являюсь руководителем энергоинжиниринговой компании «Энергоинтенсив». Также являюсь руководителем благотворительного фонда «Благодари» проекта психологии третьего тысячелетия. Также являюсь отцом двоих детей. Это тоже такая роль успеха. И она должна как бы развиваться, как мне кажется. Наверное, представился. Спасибо, Ларис. Да, Антон. Ну и вопрос. Что требует вообще сейчас в наше время? Бизнесмены, они разные. Люди бизнеса, предприниматели, бизнесмены. Вот что сейчас требует время именно от людей бизнеса? Вот как ты видишь, вот даже сам бизнес будущего, вот твое восприятие? Хотелось бы поделись, пожалуйста. Да, спасибо, Лариса. Очень интересный такой вопрос, потому что вообще на самом деле бизнесмены всегда над этим вопросом размышляют, потому что понимать, что какой бизнес будет будущего, это значит быть успешным. То есть, если ты понимаешь, в каком направлении идет бизнес, то ты чувствуешь, что нужно делать в той или иной сфере. Ну, лично мое ощущение, что сейчас очень много, ну, как бы бизнес, ну, такое направление бизнеса задано, что идет его такая цифровизация. То есть, очень много разных моментов, они приходят в цифровизацию. Но при этом вот то, что я замечаю, что теряется вот эта грань отношений, вот, потому что сейчас появились разные телефонные, голосовые, там, в общем, происходит такой безличностный аспект. Вот. И зачастую, когда я тоже сталкиваюсь с людьми, у многих, ну, как бы теряется интерес. И вот размышляя над этой темой, я думаю, что бизнес будущего все-таки он в отношениях. Вот тот, кто научится, как бы, грамотно простраивать отношения, да, быть как-то на связи с людьми, быть как-то в контакте. Вот. Я не исключаю, что это может быть посредством онлайн, да, но будет какой-то все-таки вот такой личностный аспект, да, когда люди будут чувствовать какую-то заботу, какую-то поддержку, какую-то, ну, помощь, они будут, ну, видеть, что действительно то, что делает этот человек или бизнесмен, или эта компания, это действительно, ну, как бы важно, это действительно помогает людям, это действительно дает какую-то уверенность. Вот. Мне кажется, вот в этом будет вот успех, да, любой компании, которая, ну, как бы задумается над этими вещами. Спасибо, Антон, спасибо. Спасибо, очень глубоко. Друзья, а как вы считаете, что в наше время требует вот от бизнеса, какие качества, вот бизнес будущего, как вы его видите, какие качества руководителя должны быть, вот ваше видение, напишите, пожалуйста, в чате тогда, нас уже более ста человек присоединяются еще, кто вот активно пишите. Олег Георгиевич, а у меня к вам вопрос, вот как вы видите бизнес будущего? Существует Александр. Сейчас вот Антона тоже слушал. И, знаете, сейчас, конечно, напрашивается ответ, что бизнес будущего – это цифровой бизнес, где работают роботы. Это сейчас такой, знаете, тренд такой. Но я вот согласен с тем, что это потеря отношений, потеря в итоге смысла жизни. То есть просто мы превращаемся в какую-то такую, знаете, роботизированную систему, где просто каждый свою функцию выполняет. Вот. И все. Я бы не хотел видеть бизнес вот таким будущим. Я четко понимаю, что сейчас вот то время, когда происходит выбор, действительно, какой бизнес будет. Либо такой вот, как нам сейчас пропагандируют, либо настоящий бизнес. То есть бизнес со смыслом, бизнес с миссией, бизнес ради блага людей, бизнес, когда я реализую свое призвание, предназначение. То есть я работаю в радости, во вдохновении внутреннем, а не просто я заколачиваю деньги и извлекаю прибыль как бы из происходящего. Вот я хотел бы, чтобы был второй бизнес, и поэтому наш институт активно работает, это его, собственно, миссия. Чтобы вот таких вот ценностно-ориентированных лидеров, в том числе в сфере бизнеса, было все больше и больше, чтобы они все больше и больше влияния оказывали на общество и создавали такую благоприятную общественную среду. Вот мой бы ответ был такой. По крайней мере, я точно хочу действовать в этом направлении. И я чувствую, как будто, вы знаете, как будто есть какая-то сила, которая, ну вот она дает направление в эту сторону действовать и поддержку. Поэтому моя уверенность, что тенденция все-таки такая. Но за нее придется посражаться. Как за все хорошее в этом мире всегда приходится сражаться. Спасибо, Олег Георгиевич. Хотела сказать вот как раз еще качество решительности, решимости, смелости и бесстрашия. Потому что, с одной стороны, мы сейчас сидим в цифровом мире и вот за картинками. Кто-то решимый и смелый включил видео, и мы видим ваши глаза, ваши улыбки, даже ваши задние фоны. И никто не боится, что висит картинка или стоит вазочка, книги. И это прекрасно, потому что мы настоящие. А кто-то еще готовится к решимости. Вот Наталья сразу включила видео, вижу. Сразу вот начали проявляться качество смелости и решимости. Потому что, ну, друзья, очень легко, конечно, вот сейчас и ники, и картинки красивые. Но вот быть настоящим, живым, строить отношения, конечно, лучше вживую. Ну, благодаря Zoom у нас есть возможность со всеми точками мира соприкасаться. Ну, вот как раз решительных, смотрю, прибавляется. И Руслан тут добавился. Все у нас вот решительные такие молодцы. Олег Георгиевич, ну вот я так сказала за счет качеств именно бизнесмена. А вы, может быть, еще что-то дополните? Какие качества личности вообще позволят человеку быть лидером и бизнесменом? Потому что не у каждого же бывают, ну, проявлены качества. Можно ли их развить или стоит, ну, вот как есть, так и есть по течению. Ну, родился, на что родился, на то и пригодился. Как ваше мнение? Есть потенциал такой? Ну, мое понимание, что бизнесмен – это лидер. Лидер – это означает, он живет ради блага людей. То есть он должен быть вдохновлен вот этим чувством, что он что-то для людей может сделать. Это вот первое, что я назвал бы, то есть способность думать о благе других. Второе, что я назвал бы, это… По-разному это можно обозначить, но вот я это обозначаю как качество ученика. Потому что вот это качество ученика, оно связано также с принципом тотальной ответственности. То есть что, собственно, о чем идет речь? Любая неудача – это моя ответственность. Это не кто-то там что-то сделал, кто-то меня подвел. Потому что если я оказался в этой ситуации, где меня кто-то подвел, так это же я в ней оказался. Это же я ситуацию не прочувствовал. Это же я не заметил какие-то сигналы, подсказки, невнимательность к собеседнику, к его мотивации. Это же моя ответственность. И вот мое понимание, что настоящий лидер, а бизнесмен – это лидер, это качество ученика или качество тотальной ответственности. Я отвечаю за результат. Понятно, что не я действую. Понятно, что у меня должна быть команда. Но если команда не действует, то чья это ответственность? Это ответственность лидера. Поэтому я это обозначаю как качество ученика, то есть способность учиться, принимать обратную связь, способность сотрудничать с людьми, потому что без ученической позиции невозможно сотрудничать в команде. Я буду просто завидовать и подавлять других. А так я четко понимаю, это мои слабые стороны, это мои сильные стороны. Поэтому в команде у меня будут те, у кого есть такие сильные стороны, как их нет у меня. И я доверяю этому человеку как эксперту, а не просто настаиваю на своем мнении. Но это все ученик. Я хотел бы особым образом выделить вот это настроение. Тем более, что современный мир, он, знаете, он очень динамичный. Вообще вот эта пандемическая ситуация нас учит действовать в ситуации неопределенности каждый день, а может даже каждую минуту. Это означает научиться чувствовать жизнь, ее потоки, движения, возможности, которые она дает. Это, кстати, третье качество, которое я все-таки, наверное, назову. То есть это ориентация на возможности, а не печаль о том, что не получилось. То есть искать возможности в любой ситуации. Вот третье, наверное, что бы я назвал. Но это вот то, что мне на ум приходит сейчас. Я сейчас не системно это называю. Если бы у меня было время подумать и написать книгу, я, наверное, как-то это более обстоятельно представил. Но вот сейчас вот так вот я бы сказал. Спасибо большое. Ну, значит, будем ждать в перспективе книгу, потому что это востребованная тема, именно психология лидерства в современном мире. И зная ваш потенциал, будем рассчитывать. Я хочу сейчас дать слово Руслану Кажакару. Правильно я вот сказала, потому что, возможно, немножко фамилия ударения неправильно. Руслан, я знаю, что вы занимаетесь общественным питанием. Лично мы не знакомы. Вот вижу вас в маске. Вы, наверное, где-то в общественном уже месте. Поделитесь, пожалуйста, как у вас вот насчет качества личности для успеха вот именно в бизнесе. Какие качества необходимы бизнесмену? Так, Руслан. Добрый день. Большое спасибо за вопрос и за то, что пригласили меня сюда. Я сейчас в аэропорту, поэтому извините в маске. Руслан, а может, коротко расскажите о себе, чтобы просто наши как бы зрители как-то немножко с вами прикоснулись? Да, да, спасибо, Олег Георгиевич. Я из Тишинева, Молдавия. На данный момент уже 20 лет в бизнесе. Кафе и рестораны – это тот бизнес, которым сейчас занимаюсь больше. Есть еще и другие проекты, но там я больше как инвестор. А вот это такое операционное направление. И Молдавия и Румыния – это базовые рынки, где мы работаем. Франшиза, как бы есть несколько других стран, где мы тестим, скажем, бизнес. Вот как бы так в двух словах. Тоже отец трех великолепных дочек. И учусь быть еще и хорошим мужем. Так что, это в двух словах. Касаемо личности предпринимателя, в моем понимании, во-первых, много было уже сказано. Но я думаю, что самое главное для меня, то, чему я сейчас учусь, это ответственности. Ответственности не только за команду, за сам проект, а за общество, в котором оно работает. Ну, бизнес работает. И вот это сейчас для меня важно. И мы с командой запустили проект озеленения вообще нашей страны. Ну, как бы это так, звучит очень масштабно. Но там есть, скажем, идея, что любой наш продукт, который покупается, через 10-15 визит мы сажаем дерево. Вот это такое начало, которое мы начали, но оно очень меня вдохновляет. Мы там уже несколько тысяч деревьев сейчас будем сажать осенью. И на план вообще как бы вместе подключать другие компании в это, честные организации, посадить вместе миллион деревьев в Молдавии. И вот эта идея очень разжигает. То есть я вот думаю, как сделать так, чтобы то место, та страна, в которой мы работаем, чтобы она получала от этого, ну, какие-то дивиденды, можно так сказать. Да-да. Да-да-да, Руслан, скажем я. И еще для меня очень важно, как предприниматель, учиться, как Олег Георгиевич сказал, в принципе, позиции ученика. Наш, скажем, бизнес, наше направление сейчас переживает такое, ну, достаточно сложное время, потому что очень много ограничений. И вот раньше я бы до, скажем, моего обучения в молоке жизни в институте ЦОП, я бы думал, как бы это совсем по-другому принял. Я бы начал как-то сопротивляться, начинать контролировать это. А сейчас я, как бы, принимаю это как урок, как возможность поменять что-то, как, скажем, такое очень что-то важное и я, и команда. И вот это, ну, я бесконечно благодарен, потому что это мир внутри сейчас, а раньше был бы вулкан просто. Спасибо, Руслан. Ну, здесь поступают вопросы к вам. Да, вот что для вас успех задает вопрос? Как для бизнесмена и как для принимателя? Я уточню вопрос. Чем вы меряете успех? Да, спасибо. Для меня успех – это, во-первых, мир внутри. Я это, как бы, уже начал говорить. Но конкретно это, конечно, баланс между сферами. Потому что раньше у меня был очень большой перекос сильно в, скажем, в активное такое, как бы, предпринимательство, как я вот так это воспринимал. У меня всегда был очень большой церковь на росте, на деньгах, на внешнем успехе. А сейчас для меня мерило – это баланс других сфер, начиная, конечно, отношений, семьи, отдыха, духовности. И вот я от этого учусь, конечно, всегда еще старые паттерны срабатывают, но сейчас я вот это измеряю прям. Один из инструментов, которым мы там научились, научились, и я его первое место делаю – это колесо жизненного баланса. И оно у меня, как бы, так становится все круглее и круглее. И все, скажем так, похоже на колесо больше и дальше. Так что баланс – это успех. Спасибо, Руслан. Очень прям вот в точку. Именно баланс. Потому что для бизнесмена, конечно, важно сохранять баланс. Или ушли зарабатывать деньги, но там разрушились отношения, у меня семья недовольная, жена, дети плачут. Или наоборот, погрузилась в семью полностью, а денег ни внутреннего такого гармонии с собой нет. Поэтому вот баланс, ну, я как женщина тоже поддержу этот ответ и скажу, да, важно сохранять баланс. Спасибо вам большое, Руслан. Просто вот благодарим, что вот подключились к нам с такой точки. И я хочу вот сейчас прочитать… Спасибо вам. Да, я хочу прочитать сейчас вот ответы с Ютуба, что важно. Вот Людмила пишет, широкое мышление, экологическая направленность обязательная. Есть такое слово – социально ориентированный бизнес. Да, вот, возможно, кто-то знаком с этим словом. Ну, у меня просто супруг обучался в Академии госслужбы при президенте Российской Федерации. Там было такое направление – социально ориентированный бизнес. Но, к сожалению, было очень узкое направление – это отчисление в федеральные фонды, именно вот конкретно отчисление средств, чтобы бизнесмены, ну, как вот положено отчислять. Чем больше, тем лучше. Вот эта направленность была. Ну, на мой взгляд, вот, Олег Георгиевич, к вам вопрос. Потому что можно, конечно, отчислить, и суммы, они у всех разные. Кто-то, может быть, небольшую сумму пожертвовать, кто-то большую. Ну, достаточно ли это для такого вот именно бизнеса социально ориентированного, когда ты заботишься, вот пишут, к человеческим отношениям. Именно сохранять отношения не через перечисление средств, а вот вопрос к вам. Достаточно ли это? Ну, для меня, знаете, Лариса, социально ориентированный бизнес, ну, отчисление средств – это хорошо. Это тоже характеристика важная. Потому что, знаете, легче какое-то слово какое-то сказать красивое, чем денежку дать. Поэтому само по себе отчисление – это уже реальный поступок. Но в то же время, если мы хотим по-настоящему такую, как это, социальную ориентацию иметь, то есть на благо людей, то я бы обозначил другую характеристику социально ориентированного бизнеса, а именно полезные услуги и полезные товары. То есть то, что реально приносит благо человеку в его жизни. Я бы строил систему бизнеса вот таким образом, чтобы возникали социально полезные услуги. Потому что, ну, я не уверен, что продажа водки – это социально полезные услуги. Ну, уж простите. Вот она не вписывается как-то, вот знаете, ну, для меня лично. Продажа, я не знаю, там, чего там еще. Ну, в общем, много чего может привести. Но вот социально ориентированное – то, что ориентировано на благо человека. Вот я бы подчеркнул здесь скорее вот это. Спасибо, Олег Георгиевич. Очень понятно. И здесь как раз тут и вот писались как раз в Ютубе и человечность отношений. И я вот для себя вот… Друзья, поставьте тоже тогда вашу обратную связь. Вот потому что, наверное, с одной стороны бизнес социально ориентированный, понятно. Но вот отношения, когда складываются между людьми, и у нас сейчас… У нас вообще должен был присутствовать еще Андрей Мурго. Он прислал такое интересное аудио сообщение. К сожалению, ну вот не может он лететь в самолете, не может присоединиться. И вот он делился, когда учился в институте. Говорит, я сел на заднюю парту, говорит, стал слушать других, говорит, как-то вот приехал, говорит, там сотрудники просят денег, больше зарплату. Здесь какие-то проверки, какие-то ситуации проблемные. Я, говорит, сижу, слушаю на задней парте. Сидят, говорит, впереди девушки эмоциональные, которые делятся, говорит. Я, говорит, думаю, что я здесь делаю, говорит. Ну, вот так вот он поделился. А потом, говорит, я, говорит, подожди, подожди, какие-то такие важные умные вещи говорят. И я, говорит, вот стал внутри себя перестраивать. Именно внутренняя настройка. И у меня, говорит, отношение к сотрудникам было такое, что они все от меня что-то хотят. Я, говорит, вернулся домой, говорит, и, говорит, я посмотрела на людей совсем в другой точке зрения. Я, говорит, стала интересоваться их проблемами, их ситуациями искренне, в полной мере. И, говорит, я увидел, такие замечательные люди у меня работают. И не зацикленные они там на зарплате взять побольше, там вы нам не доплачиваете или какие-то такие претензии. У нас, говорит, сейчас такой дружный коллектив. Ну, я, извините, вот не могу не передать его историю, потому что она так тронула меня, что, говорит, я сейчас, говорит, настолько вот гармонично вот в своем, говорит, бизнесе, говорит, что ощущаю совсем другим человеком. Бизнес-то вроде бы и не поменялся, и люди даже не поменялись. А свое отношение, вот пройдя обучение в институте, ну, меняешь мышление, меняешь жизнь. Друзья, вот как на ваш взгляд, вот именно строительство отношений в бизнесе, вот когда мы организовываем, когда мы сохраняем бизнес, когда мы его расширяем, на что можно основываться, именно на отношениях, или, может быть, на каких-то других еще ситуациях или качествах. Олег Георгиевич, ну, и вопрос к вам. Вот насчет вашей личной истории с бизнесом связанной, потому что вы являетесь ректором Института ценностно-ориентированной психологии. Институт существует уже более 10 лет. Это тоже успех бизнеса. Это такой большой промежуток времени сохранить, развиться. Я знаю, что увеличивается количество студентов, активно идет набор в институт. И с каждым годом, даже при пандемии, количество студентов растет и растет, независимо от возраста. Олег Георгиевич, как для вас? Вот какая вот ваша личная бизнес-история? Поделитесь, пожалуйста. Лариса, ну, знаете, я так немножко, конечно, как это, привыкаю к этому слову. Никогда себя так не называл. То есть философ, писатель, тренер, консультант. Это вот для меня такие более привычные, что ли, отождествления. Но для меня, знаете, бизнес мне проще назвать дело. Да, вот Институт ценностно-ориентированной психологии – это мое дело. Но это дело, вот, которым я живу, потому что чем мы, собственно, заняты и чем я вовлечен, распространить вот эту идею ценностно-ориентированного образа жизни или жизни со смыслом, такой целостной жизни, гармоничной. Будь то в бизнесе или в семье у нас, потому что в институте и политики учатся, и бизнесмены, и домохозяйки. Но принцип один и тот же – каждый человек должен быть счастлив. Просто для сферы бизнеса, конечно, здесь особое, как бы, наше внимание. Почему? Потому что это лидеры общества. Это лидеры современного общества. И, ну, лично у меня вот есть желание, чтобы это, как бы, знаете, пространство такого общества благоприятного для жизни людей, не вредного для жизни людей, что сегодня зачастую, а благоприятного для жизни человека, чтобы вот это общество, оно росло, развивалось. И на это, прежде всего, лидеры могут повлиять. Поэтому мы сегодня проводим вот такую встречу, обсуждаем эту тему. Собственно, как вот это действительно изменение моего сознания, то, что Андрей Мургов, как говорите, рассказывал. Жалко, что его сегодня нет. Это бизнесмен из Литвы, один из тоже наших выпускников. У него, конечно, такая очень поразительная история. Но вот это то, что он сказал, что я стал меняться, я стал менять свое сознание, и у меня вдруг стали другие отношения в моем коллективе выстраиваться, сами собой. Хотя вот я на других конференциях слышал, как он рассказывал, приглашал там известных тренеров, консультантов, вот они работали с коллективом, там повышали мотивацию, там все такое, а я ничего не менялась толком. Но как только стал меняться я как руководитель, стала меняться вот, ну как бы, и моя команда, и люди, и дело стало меняться. И вот это то, что я вижу. Я вижу и в жизни этого обычного человека, и в жизни бизнесмена. Если я меняю сознание, я просто открываюсь к иным возможностям, которые в жизни есть. Поэтому для меня, если говорить об институте, ну вот это дело моей жизни, и я вижу, что есть запрос как бы на такой институт в этом мире. Я не знаю, откуда этот запрос, там, свыше или как-то, но я его чувствую просто. Я просто как вибрацию его чувствую. Я чувствую просто, как зажигаются сердца людей, которые приходят там учиться, когда они слышат все эти идеи. И еще больше, как они зажигаются, когда они видят, как это работает все в жизни. Как это реально дает успех, как это реально дает счастье, как это реально улучшает отношения в семье, как это реально позволяет мне реализовать свое предназначение, найти его и просто воплотить его. Вот мне нравится заниматься этим делом. Поэтому если обо мне говорить как о бизнесмене, то мне нравится заниматься этим делом. Вот я бы так скорее сказал. Спасибо, Олег Георгиевич. Ну, вот тут Людмила пишет. Очень нужны в земле крепкие предприниматели с чистыми помыслами. Ну и Анна, это, наверное, вопрос с Ютуба. А ваши проекты платят корректно налоги? И как насчет социальной ориентированности в плане отчисления налогов? Я хочу тоже рассказать такую свою личную историю, потому что я, когда приехала на обучение в институт, первая сессия, сижу много. Прямо я вообще по образованию финансист и юрист, и у нас с супругом крупная строительная компания. И, ну, вот мы в основном работаем на аутсорсе, мы нанимаем людей, и у нас количество людей мало в компании. И, соответственно, я сижу, пишу там и психология отношений, и родовая система, и психология личности. Я пишу и понимаю, что мне нужно бросать бизнес, заниматься психологией. Я понимаю, что уже времени, ну, вот так на все невозможно везде успеть. Пишу, пишу, и высший источник говорю, мне нужен помощник. Вот чтобы мне погрузиться полностью в психологию, нужен помощник. И что вы думаете? Возвращаюсь с сессии, буквально на третий день нахожу замечательную женщину просто с улицы. Вот шел человек, порекомендовали, говорит, может, тебе нужен юрист грамотный. И вот до сих пор она работает уже пять лет, она полностью меня заменила. Сейчас я занимаюсь психологией, школа твоего успеха, развитие личного бренда, клуб женский веду. То есть вот так вот работает бизнес, и когда ты доверяешь полностью, ну, доверяешь и проверяешь, то есть полностью я, конечно, с бизнеса не ушла, но есть люди, которые могут заменить, и вполне нормальные, адекватные, прекрасные люди. И что я еще вынесла из опучения? Вот именно позицию ученика, ценноориентированный подход, когда я себе дала слово, я никого не буду увольнять. Вот какой бы человек не был бестолковый, хотя раньше был подход такой, ресурс. Человек работает два года, больше двух лет, он все, он исчерпал себя, берешь нового человека. И вот, ну, наверное, такой подход, как человек, как ресурс. Взял, получил и до свидания. А тут я отдала себе слово и сказала, я не уволю никого, вообще никого. Вот если человек сам не уйдет, вот тогда только, ну, уходит и уходит. И самое интересное, тут же стали проявляться сотрудники, которых очень нужно уволить. Ну, так как я дала слово и высшему источнику, и на каждой сессии такие обязательства мы брали. Что бы ты хотел изменить в своей жизни? Ну, вот свое личное обязательство, это не домашнее задание, а чисто такого плана, личный подход. И я вот такое обязательство взяла. И в итоге люди стали уходить сами. Вот настолько отфильтрация произошла сотрудников, что сейчас работает крепкая команда, что есть меня, нет, где бы мы ни уезжали, потому что мы полгода живем в Америке, полгода живем в России, и, соответственно, все работает, бизнес работает. И вот этот подход с доверием, отношение между людьми, он сохраняется до сих пор, уже как я и закончила науку жизни. Поэтому вот такая личная история, очень захотелось поделиться. Спасибо, Олег Георгиевич. Так, ну и, друзья, если у кого есть вопросы, пожалуйста, пишите. Сейчас я посмотрю в чате. Хочу пригласить вас пройти это великолепное обучение в Институте психо-ориентированной психологии. Ссылочка есть, вся информация об институте сейчас в нашем чате. Можете ознакомиться. Я хочу сказать, что это обучение изменит вашу жизнь настолько глубоко. Это не значит, что вы бросите и пойдете в другое направление. Хотя, возможно, это и так. Но изменяя себя, мы меняем жизнь, мы меняем окружение, мы меняем тот же бизнес. И почувствовать этот вкус прекрасный дает только наш прекрасный институт ценно-ориентированной психологии, который существует уже более 10 лет. И выпустил, Олег Георгиевич, скажите, сколько тысяч студентов у нас? Именно тысяч, по-моему, даже не единицы, а десятки. Не, ну десятков мы не дошли еще, но две тысячи перевалили, да. А, свыше двух тысяч студентов, вот цифры говорят сами за себя. Олег Георгиевич, ну вот вам слово, может быть, что-то хотите. Часто слышим вопросы про направление или курс по ценностно-ориентированному бизнесу. Есть ли намерения у института? Вот Алексей задает вопрос. Тогда вопрос к вам, Олег Георгиевич. Ну, что у нас сейчас, если говорить о нашей программе института, да? То у нас есть базовый курс, это годичный, это наука жизни он называется, где люди получают вот эти вот базовые принципы как бы жизни, где глубоко прорабатывают себя, прорабатывают какие-то свои эмоциональные трудности, раскрывают свой потенциал, глубоко изучают науку взаимоотношений, как деловых, так и личных. То есть это годовой курс, благодаря которому человек обретает вот эту полноту, целостность и прорабатывает какие-то ограничения, барьеры, которые просто не мешают ему, мешают ему жизнедействовать, даже если он все понимает, навыки даже какие-то имеет, но как будто внутри что-то не пускает. Вот первый год обучения на проработку всего этого и раскрытие потенциала личности. Это курс для всех как бы. Второй год у нас, это лидерский год, где мы уже помогаем человеку раскрыть лидерский потенциал, то есть способность влиять на обстоятельства, а не подчиняться им, способность реализовывать свое предназначение, а не просто о нем мечтать, способность понимать свое предназначение и смело идти в его реализацию, способность создавать команды, активно в них действовать и широко мыслиться, участвовать в том числе в больших каких-то социальных проектах. Это вот все задачи второго года, лидерский год. Вот базовая наша программа в институте, вот она из этих двух ступеней состоит, а дальше специализация, да, это уже третий профессиональный год. У нас сейчас две специализации, одна это психологическая специализация, когда люди у нас получают серьезное психологическое образование, как консультанты, как тренера. И вторая специализация, это гуманная педагогика в сотрудничестве с Шао Александровичем Монашвили, мы реализуем сейчас этот проект, выпускаем как бы специалистов по этой тематике. Ну и то, о чем мечтаем, но пока еще это не реализовано в полной мере, ну вернее, пока еще не реализовано, как специализация. Это ценностно ориентированный бизнес. Мы хотим очень, чтобы эта специализация открылась, но что есть сейчас, пока есть только двухгодичная программа, и вот у нас действительно многие люди из бизнеса приходят и уже активно реализуют все это в своей жизни, потому что первые два года обучения, они, в принципе, всю основу дают. Но в то же время мы хотим осваивать какие-то профессиональные инструменты в этой сфере, чтобы люди еще и профессиональное образование в этой области получали. Ну вот если коротко о программе, то примерно так. Спасибо, Олег Георгиевич, очень вдохновляет. И тут вот как раз пишет, «Шесть лет, как закончила обучение в науке жизни Вера Плотникова. Благодарю, что судьба дала мне такую возможность. Вера, присоединяюсь к вам полностью. Ольга задает вопрос. Скажите, пожалуйста, как начинать любое дело с легкостью? Это касается и обучения. Как вот начать учиться, Олег Георгиевич? Любое дело, я так понимаю, речь идет и об учебе, и о деле. А мне вот очень интересно спросить здесь вот Елену, может быть, Руслана. Вот мне интересно вас спросить, потому что вы наши студенты, выпускники. Вот как для вас это легко дело начинать? То есть что это такое? Каков ваш живой опыт, что ли, в этой сфере? Лен, тебе слово. Ну, вообще, с такими знаниями, которые мы получаем в Институте ценносориентированной психологии, с той поддержкой, которую мы получаем от учителей, в той среде, в которой мы находимся в течение всего, всех минимум двух лет обучения, то мы, вырабатывая в себе такой очень сильный, крепкий и духовный стержень, мы идем в реализацию своих задач, своего предназначения, своего дела, я бы сказала, с легкостью. Потому что во время уже обучения уже идут эти импульсы на реализацию себя. Это невозможно это скрыть, невозможно это где-то утаить. Это уже начинает ко второму году обучения проявляться. У меня история на втором курсе. Уже мое вот это вот желание, мои такие амбиции, моя огромная мечта детская, она никуда не делась. Она просто вовремя воплотилась нужными инструментами в окружении людей, которые поддерживают, и в окружении своей группы, которая также радуется за тебя. А еще такой момент, так как я продолжаю бизнес, и сейчас в четырех разных направлениях, я могу сказать, что я тоже постоянно обучаюсь, и обучение науке жизни дает вот этот стержень не ориентироваться, не заблудиться по жизни где-то, ну, может быть, в какой-то там тамос уйти, или в какой-то раджес сильно уйти. Вот именно обучение, оно дает этот духовный стержень, чтобы реализовать правильным образом свою мечту. И поверьте, все страхи, все какие-то там ответвления внутренние, они просто вот исчезают во время обучения. Мы идем по жизни уже. Елена, знаете, как я вас слышал, как я вас услышал, по крайней мере, потому что мне очень интересно, конечно, вас слушать. Я преподавателем, мне интересно, как вообще работает то, что мы преподаем. Но что я от вас услышал? Что вот эта легкость как бы идти по жизни, она возникает изнутри, когда есть смелость быть самим собой настоящим, не подстраиваться, не думать об ограничениях, или опасаться, что как бы чего-то не случилось, там потеряю деньги или что-то. А вот когда есть эта интуиция жизни, то есть чувствовать как бы жизнь, ее руководство. И вот эта способность откликаться на это руководство, то есть быть самим собой настоящим, вот это, похоже, и создает какой-то успех в жизни. Но если я правильно вас понял. Да, так оно и есть. И самый здесь главный момент – это наши учителя. В этой программе очень потрясающая команда учителей, которые поддерживают, которые дают направление. И если ты начинаешь немножечко вдруг сбиваться, уходить от своей мечты, цели, тебя вся команда поддерживает, вот как на крыльях таких, и несет тебя по жизни. Это вот я до сих пор в этой школе и надеюсь, никогда не расстанусь. Похоже, кстати, это еще один секрет. Это когда у меня есть соратники и друзья. И потому что не всегда будет легкость, иногда находят какие-то вот трудности, да, и нужна вот эта поддержка внешняя, в которой я могу развиваться, чувствуя эту помощь. Да, и знаете, еще хотела сказать, что в мире бизнеса это большая конкуренция, это соперничество, это такой окулизм, где друг друга все вот кушают. Что касается бизнеса в рамках ценностно-ориентированной психологии, это, во-первых, поддержка. Даже если у всех бы был один и тот же бизнес, это просто была бы огромная поддержка от друг друга. Поэтому то, что мы получаем в школе, это в первую очередь вдохновение на то, что у меня все получится, и все меня поддержат в этом направлении. Елена, спасибо. Ну вот, Руслан, интересно вас тоже спросить. По-моему, вы в самолете уже, да, нет еще? Да, вот практически уже. Я пришел на обучение с очень многими, вот как я понял потом, очень многими якорями. Я их просто тащил, тащил там, ну как рюкзак такой, со многими вещами. И вот понемножку начал их вытаскивать. Вытаскивать по одному, по одной вещи, по одной. И я вот даже не мог представить, что можно вот без такого груза идти, да. И это для меня самая большая ценность, потому что я как-то увидел и жизнь, и мир, и компанию, и людей вокруг в другом измерении. Скажем, это было такое 2D, а после это 3D стало, да. Вот это для меня огромной ценностью было. Еще важный момент. Я увидел в самом коллективе преподавателей вот истинное лидерство. Лидерство на базе сотрудничества, лидерство на базе уважения, где многие вещи коллегиально решаются, где люди, которые я их, как вот, ну, начал, ну, познакомился с ними, они были, скажем, там, как я, студентами, они там через какое-то время стали преподавателями. Или наоборот, преподаватель, ну, начинающий был, а через несколько там месяцев или лет он стал уже таким очень серьезным. И вот это, как бы, прямо на моих глазах все происходило. И для меня это очень крутой пример, как я могу своих ребят вот именно так же к ним подходить и понемножку не шаг за шагом становиться истинным лидером. Потому что для меня до тех пор лидер – это был такой альфа-самец, который, как бы, ну, там все решает сам. И там, ну, я понял, что это совсем другая модель. И вот я счастлив, что у меня такой пример был. И вот понемножку я там внедряю свою жизнь. Спасибо. Услам, то есть вот эта вот легкость для вас – это команда, когда мы вместе действуем, когда не на мне вся тяжесть, ответственность, там, и я таким супергероем должен вытащить все, а есть команда. И мы вместе как бы думаем, вместе размышляем, вместе действуем, вместе опыт извлекаем, вместе цели ставим. Ну, как я вас услышал сейчас, да? Да, да, так оно и. Ну, собственно, да, это второй год обучения вот лидерской культуре такой коллегиальной. Хорошо, спасибо. Александр, знаете, что я видел? Я видел здесь вот ювеля у нас, сейчас присутствует, ювеля. Вы же, ювеля сейчас у нас действующая студентка, и у вас был магазин, достаточно такой успешный магазин одежды. Вот, а что с вами произошло в ходе обучения? Добрый вечер всем. На самом деле, магазин, это не был такой, самой большой моей деятельности. Самая, может быть, большая деятельность моя такая была, что у меня больше, чем 15 лет, была компания в Литве. Четвертая, да, ну, как бы, четвертая она была по организации мероприятий. Но при поступлении в школе я ее закрыла и начала работать с социальными проектами разными, да. И, как бы, я обнаружила, что все, что я обрела этот опыт, работая на 17 лет, я его сейчас употребляю только, как бы, ну, абсолютно на благо людям. Как раз социально ориентированный настоящий бизнес. Такой социально ориентированный, да, настоящий. Ну, то есть обучение в институте, да, дало вам какие-то другие приоритеты, другое направление себя реализации в сфере бизнеса? Вот именно. То есть, как бы, вот, ориентация совершенно поменялась. Ну, не то, что совершенно, я и до того делала благотворительные проекты. Но сейчас вот только в этом направлении занимаюсь. А в чем разница для вас, вот, чисто по внутреннему опыту? Вот где вы были счастливы, раньше или сейчас? Ну, вот, мне такой интересный вопрос. На самом деле я была счастлива и в том опыте. И сейчас я тоже очень счастлива. Но, может быть, что поменялось, сейчас люди, которые меня окружают, они такие же, как и я. Они заняты вот этим таким социальным направлением, и они занимаются просто этими сердцем. нету вот таких отношений, ну, как бы, плачу за работу и так далее. Мы просто все это делаем то, что нам нравится, и делаем это от сердца. Интересно. То есть можно заниматься бизнесом, и при этом сохранять и развивать отношения, и быть счастливым внутри. И не только мне, как руководителю, у которого много денег, но и помочь всем стать счастливыми. Конечно. И на самом деле я очень благодарна тоже школе. Мне кажется, что, ну, как бы, там 17 лет была такая деятельность достижения в этой среде. И там до такого уровня, что, как бы, от властей города были всякие награды, почеты и так далее. Но у меня абсолютно нету никакого сожаления, что я вот перешла в другой какой-то уровень. И тем, что сейчас занимаюсь, для меня тоже это приносит большое удовольствие. И, может быть, сейчас вот такие, как бы, тоже рождаются планы, что, может быть, то, что мы сейчас, ну, как бы, благотворительные такие проекты, может, тоже что-то вырасти, чтобы это переносило, как бы, тем людям, которые работают в проекте, ну, не только, ну, как бы, моральное такое удовольствие. Может быть, да, чтобы они на этом и зарабатывали тоже. Но я пока не знаю, тут в процессе размышления. Хорошо. Спасибо, да. Спасибо большое. А тут еще вопрос поступил. Алексей Конников, очень активный наш зритель и слушатель, прям вот пишет вопросы такие. А могли ли вы привести пример одного из ваших социальных проектов? Слышно меня? Это вопрос ко мне? Да, да, это вопрос к вам. Вот это Алексея Конникова. Я не знаю, вот эта просьба, например, если эта просьба привести пример из нынешней деятельности социальных проектов или из прошлой деятельности социальных проектов. Не уточнил. Ну, нам будет ценно любое название проекта. Хорошо, я тогда приведу оба примера. Например, из моей бывшей деятельности это такой был социальный проект, что мы в центре города сделали такую большую, я не знаю, как это по-русски будет, как бы большая библиотека, да, в которую люди приходили, и они бесплатно читали книги. И, кстати, в этой большой-большой, скажем так, открытой для всех библиотеке там тоже были духовные книги. У людей были такие возможности стоперкоснуться и с Кораном, и с ведическими, и с священными писаниями, и на самом деле даже был интерес к этому. Вот. Пример нынешней деятельности проект Art for Soul, проект духовного искусства. в котором мы делаем онлайн-выставки разных художников, фотографов, и сейчас также происходят живые встречи с деятелями искусства, которые при том еще и духовно развитые личности. Вот такие примеры. Спасибо большое, спасибо. Спасибо, очень ценно. И вот задают вопрос, Олег Георгиевич, не могу не ответить. Вот спрашивают, можно ли стать студентом в 60+. Я, насколько помню, есть студенты в 68+. у нас учились девушки такие. Олег Георгиевич, как ответите? Ну, здесь что? То есть, первый год обучения – это наука жизни, то есть это знание для любого человека. Меня иногда спрашивают, действительно, какой возраст. я говорю, ну, начиная с момента, когда разум уже появился и до момента, когда он еще остался. Вот весь этот период, когда человек готов включаться, познавать жизнь, познавать себя, раскрывать себя, все, этот возраст, он нормально все. Да, можно учиться. Спасибо, Олег Георгиевич. Тут же опять следующий вопрос. Можно ли проходить обучение онлайн в институте ценностно-ориентированной психологии? А у нас есть, у нас базовая программа, она вся онлайн. То есть, у нас учатся люди из более чем 20 стран мира. Даже вы здесь по географии можете слышать. То есть, вы можете учиться из любой точки мира. Пожалуйста, у нас институт как раз дает такую возможность. Очень ценно в наше время. И я хочу еще подчеркнуть диплом государственного образца, диплом психолога. В социальной сфере позволит также реализовывать себя. Задает вопрос, как институт поддерживает выпускников. У нас есть ассоциация ценностно-ориентированной психологии. По выпуску, имея уже диплом, вы можете стать наблюдательными, действительными членами. Есть направление онлайн-консультирования, где вы можете быть представлены как психолог со своим направлением, модальности, возможно. Кто-то использует метафорические карты, кто-то использует какие-то дополнительные техники, открывает школу, поэтому мы представляем наших выпускников, именно наших выпускников. Других мы не берем, возможно, так немножко ограничения, но это наше направление, онлайн-консультирование, поэтому, пожалуйста, после выпуска возможно продолжать. Я добавлю еще, что вот Руслан, наверное, вы могли бы тоже сказать, Руслан, если нас слышит или нет. В том числе, вот Руслан был одним из руководителей и продолжает им оставаться ассоциацией ценностно-ориентированного бизнеса. То есть, есть у нас такая группа бизнесменов, которые объединены, общаются, развивают проекты. Есть у нас проект женской академии, есть клубное движение, есть многие социальные проекты. Руслан, в каком сейчас состоянии ассоциации ценностно-ориентированного бизнеса, как вы действуете? Может быть, два слова скажете? Да, Олег Георгиевич, спасибо. Ну, пока это нельзя так назвать ее прямо ассоциацией, это пока группа людей, которые, ну, эта тема интересует, и мы, у нас есть общий чат, у нас есть соцмедиа, которые, как бы, что-то запустили, что-то запускаем. Будем делать и уже делаем вебинары вместе, с конференцией раз в год, но наша мечта это все-таки сделать программу ценностно-ориентированного бизнеса и, возможно, это представить, как уже в институте. Так что, шаг за шагом двигаемся вперед. спасибо, спасибо большое. Спасибо, друзья, на этом мы, Олег Георгиевич, если есть у кого какие-то вопросы, может быть, у вас есть к зрителям, на этом мы, в принципе, по времени уже завершаем нашу встречу. Очень рады были видеть вас, ответить на ваши вопросы и приглашаем вас на обучение в наш институт ценностно-ориентированной психологии. Это уникальный проект в России, да и во всем мире, потому что духовные ценности, конечно, они неразрывно связаны и с нашими материальными ценностями, с нашими внутренними ценностями, с отношениями. И когда мы гармоничны во всех сферах жизни, конечно, рождается внутренний успех, радость жизни и желание творить на благо людям. Рася, можно я два слова здесь добавлю? Да, конечно, литерийский. Потому что вот эта концепция ценностно-ориентированного бизнеса, она, важно понять ее суть. Суть очень простая. Сначала должен появиться счастливый человек, потому что если в сферу бизнеса приходит несчастный человек, он будет рвать, он будет завидовать, он будет конкурировать, он будет эксплуатировать, он будет подавлять, потому что внутри просто пустота. И поэтому нужна вот эта власть, множество таких дополнительных стимулов, что я состоялся. То есть почет, деньги, карьера, величина вообще всего того, что я делаю, такие компенсации своей внутренней неудачи. И поэтому первое, что мы предлагаем людям, которые приходят обучаться в институт, кем бы они ни были, известные бизнесмены или просто учитель в школе, или я занимаюсь политикой, или я инженер, или я врач-психолог, там, ну, неважно. Сначала ты должен стать счастливым человеком. Все, вот это первый год обучения, давайте сосредоточимся на этом. Потому что счастливый человек, он это счастье будет распространять через любое дело, которым он будет заниматься. Бизнес должен, знаете, порождать счастливых людей и распространять энергию счастья. Счастливый человек будет на своем месте, он будет заниматься своим делом и испытывать радость от того, чем он занимается, потому что он нашел свое призвание. Счастливый человек, он будет распространять эту энергию. Вот первый курс обучения в нашем институте, это задача стать счастливым, целостным человеком. Второй курс обучения, обрести силу для распространения этой энергии, то есть обрести свою миссию, реализовать свое предназначение, вот это лидерский потенциал раскрыть. Это второй год обучения. Ну и третий год уже это такая вот специализация профессиональная по тем специализациям, которые у нас есть, поэтому, ну для тех, кто пока вот хочет педагог быть или психолог, это что хочет. Что касается бизнеса, отпускаем всех после второго года, или может быть даже после первого, но сам решает, каждый решает сам, сколько у нас учиться. Слушайте, я вот осмотрю, да, ну вот, услышал здесь, ладно, все, у нас время закончилось. Да, 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 Олег Георгиевич, уже прям вот время, тайминг, тут же благодарю, да, ссылка на чат, ссылки, благодарим вас, принимаем благодарности, увидимся в стенах нашего института, сессия совсем скоро, ретрит, сессия, встречи, еженедельные встречи с куратором, очень ценная эта группа единомышленников, соратников, приходите, ждем вас всех. Удачи всем, друзья, спасибо всем большое. Елена, Руслан, Антон, спасибо за ваше участие сегодня. Благодарим. И желаю вам успехов в реализации ваших проектов, бизнес-проектов. Всем счастья. Спасибо. коллеги, друзья, Олег Георгиевич, участники. Всего доброго.